Вчера мы где были, Аня? На озере. И сегодня мы погуляем где? Тоже на озере. Пока сегодня в городе не будем. Вы рыбак? Сергей Ровин поступил в отделение неврологии пять дней назад. После инсульта он не мог шевелить ни рукой, ни ногой. Сейчас после обследования, лечения и нескольких процедур на уникальном тренажере «Ревавер», который разработали ученые Самарского медуниверситета, врачи отмечают улучшение. Стараемся, сжали кулачок, держим планшет, смотрим на планшет. Так. Сколько мы шагов прошли? Посмотрите, пожалуйста. Срочно. Отлично. Очки виртуальной реальности, пневмоманжеты, компрессионная установка и специальное программное обеспечение погружают пациента в виртуальную среду. Благодаря такой хитрости активизируются определенные группы мышц, которые стимулируют мозговую активность и тело вспоминает, как нужно двигаться. А раньше больные могли только мечтать об этом. Представьте, как будто бы вы идете там до болезни, вы идете бодрым шагом, представьте, у вас вот не работает рука, до болезни вот вы подняли руку и забили гвоздь. А здесь такое, что пациент погружается в эту среду, он уже идет, он здесь и сейчас, ему ничего не надо представлять. Очень важная функция – это нейропластичность. То есть мы заставляем возникать и стимулируем возникновение новых нейронных связей, чтобы помогать восстановлению пациента. В отделении неврологии в год проходит лечение в остром периоде инсульта более 2000 человек. Здесь тренажер применяют уже год. За это время врачи отметили его эффективность. Такого же мнения и исследователи. Особенно высокая результативность, если начать применять ревавер спустя двое суток после инсульта. Серийный выпуск тренажеров планирует начать корпорация Ростехнологии. В этом году подписали специальное соглашение. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.